Верхний Ларс Главная неприятность какая? Говорят, этот пункт уже сколько дней закрыт? 17 дней, говорят, закрытый Верониса закрыта Ну а в городе мы спрашивали на бензозаправке, говорят, да не знаем такого закрытого Ну там могут и не знать, конечно И через Баку ехать, это большой-большой крюк надо давать В Азербайджане мы в прошлом году долго стояли, 15 часов в общем по времени И вот такие вот Тем более, если оттуда повернули туда, теперь там 8 километровая Да, ну вот сейчас подъезжаем к Ларсу, осталось 12 километров По навигатору И посмотрим, как там пропустят нас или нет Благодарим Тебя, Господи, за все, что мы встречаем Ибо от нас сокрыто будущее И только Ты знаешь, почему мы должны останавливаться и возвращаться назад Эта милость Твоя сохраняет нас Этот обвал был прямо на нас И Ты нас сохранил и защитил Мы это понимаем, Господи Слава Тебе, ты Дина вели И вот нам нужно сейчас ехать полторы тысячи километров лишних по горам Вот вернулись сейчас прямо мы с этого пункта, где переход, большой Ларс, скажется, да? Верхний Ларс Верхний Ларс Это уже все, граница с Грузией Повернули назад, там селевый обвал В Грузии В Грузии, уже 17 числа мая, да? Да Никто туда не может попасть Но мы решили доехать сами и убедиться Нам там еще говорили раньше Ну, чтобы не говорили Говорить-то, говорить-то они Ну, никого нету, пустая дорога Мы оказались самые умные Своими ногами все испытали И благодарим Бога Потому что этот обвал Бог опушится на нас Спокойно доверяем Господу Повернули назад, сейчас надо записать, сколько километров будет до поворота Это на Махачкалу Пройти сейчас надо Дагестан И все в сторону А потом войти в Азербайджан Нигде столько времени на таможне мы не теряли, как в прошлом году 15 часов томились Туда и обратно ушло А нынче, если поток туда ушел То тут, наверное, не одни сутки придется томиться там У нас выхода-то нет Выход есть, конечно Сейчас не ждать ничего И удариться туда, кверху Подняться и через Белоруссию На Польшу пройти Украина-то закрыта Там тоже, может быть, наплыв людей-то большой Там, может быть, километровые Недельные очереди стоят Мы этого не знаем Но решили идти здесь Если здесь мы пройдем Тогда через Тбилиси, на Батуми Ну и в Турецкой границе А потом уже с Старкого Стамбула заходим в Грецк И все еще не в Чемкентской зоне А 5 числа, ну, оттуда То есть 4-го 24-го года Мы даже были в Турецкой границе А у нас, видно, мы из 7-го-то еще не войдем Мы решили, раз позже зайдем у нас на месяц То попозже и выйдем Так, поделавить-то нас не будут где-то Поэтому нужно верить всем Господу Дивеный Господь, мы молимся Просвятая Госпожа Богородица Преснабела Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси нас, молитвами И покроем охору в любви От всякого несчастного случая Ангел Свистов Хранитель Нашего Моли Бога, она, конечно Защити нас, помилуй Устройка входа в Господу Богу Нашего Ибо мы не ищем, он не знает Мы не видим, какая опасность поджидает нас на первом повороте И наш народ на месте И Ангел Свиститель, Петещик Христов Христов Моли Бога, она, помоги Святитель Христов Никола Заступи за нас перед людьми И скорый помощник в бедах Как Господу угодно, так и будет Судей и пророкик Поспешите к нам на помощь Ну, слыши нашу молитву, Господи И прими наше воздеяние рук Как жертву вечернюю благуха неприятная Перед престолом благодати Твоей И соедини нашу молитву с молитвами всех святых Молящихся о нас на небе и на земле И молящихся о нас во благо нам И прими нашу молитву о всех западающих нам молиться о них Спаси нас и их И помилуй, Аллилуйя, Аминь Все, мы закрепились доверием Господу, нашей молитвой И поэтому едем дальше не рассуждая Хотя бы было не полторы, а больше тысячи километров Бог тоже что-то усматривает Или опасность в Грузии, в Турции Мы не знаем, может людей там нету Чтоб мы что-то узнали, увидели О, какая башня Какие-то деревья, остальные растутки, ничего нету Да-да-да, и люди никуда не едут У нас потеряет и вода, и земля Вот все есть И вот что-то общее, чем-то недовольное Здесь уцепится Вот сейчас мы поедем Вы видите, одни развалины Камни Корова стоит, и над ней нависают Там десятки метров камни Тут что-то там из навозов Старичок, видно, с мученком делает И вокруг-то ничего не растет Даже трава не растет А эти у нас-то в траву зайдешь С головой скроют Все еще-то недовольные люди Нет чувства благодарности Богу Вот копай колодец здесь Попробуй выкопай А у нас в каждом дворе колодец Даже нужды никакой нету Вот так Слава Иисусу Христу О, камень, и руку Работают камни и хватает Можно вверх Ну ладно, посильнее выездить В Новославянске Кричка, карьер Работает Город и все Эта территория Осетия, наверное, да? Да Алаин Почему Алаин? Народ мусульманский Осетины Да, больше, наверное, православных осетин Внешне Внешне Ну и сколько Вот, глянь, какие стенки Посмотри Там ужас какой Как оплавленные все А вот машина прошла Прям под этим Под навесом И живут Живут, работает Женятся и умирают А дорога-то как? Веляет Туда-сюда Туда-сюда Вот она пошла Дорога Покажи, куда идет Вот она Чтобы не обваливалась Какими-то блохами ее укрепляют О, видишь, какие упоры Стены Это что-то делает для реки, видимо, или что? Зря так и не делали И да не подмывало Видимо, ограждает Иначе дороги этой не будут Тоже смотрят Говорят, без власти Как без власти? Вот так Внимать и не будут Мы возвращаемся назад По бане на силу божья В дальнейшем Когда все закончится Наше путешествие Благовестие Мы тогда начнем Подводить итог И поймем Почему так Такого не было Мы рассчитывали Вчера только Наверное, бойщик здесь ездит И все знает Написал Но этого не было сказано И да, откуда бы он знал-то Марьясов Александр Сергеевич Ему тоже никто не сказал А если бы там Мы знали, что заблокировано Ну, на месте, если бы знали То не поехали Мы полируем на Польшу Это однозначно Ну, сейчас-то возвращать Это 2000 туда-2000 обратно Подальше, чем от Москвы Катает туда-сюда И вот травинка-то растет Причем она травинка-то Как ее И корову куда не закрастишь Ничего нету Совсем Живут На малотажу Смертно бьются Как армяне С азербайджанцами Потому что им жить нет А переселяться в Сибирь Где много Земли Пустующих А они Наверное, не хотят Вот Игнатий Лавкин Значит Когда я был во тьме Еще не знал Иисуса Христа Он мне первый Рассказал Что Христос И Спаситель И Спаситель всех Человеков Ну, и в первую очередь Израиля И Дальше Значит Мы с ним Встретились Списались в Москве И В Москве Значит Мы там Крестились Он стал моим Крестным отцом Так Сейчас он вам Скажет слово И наставление Переводчик Вот Давид Прошу прощения Мы Совершенно не имеем Времени Едем И поэтому Даже не думали Заезжать Я поратко Сказать Что едем Длинное путешествие Очень длительное Отец Он сказал С книгами Я в каждой Библиотеку Столицы Государств Городов Дарю свои книги Которых Это 38 книг Они у вас здесь есть Пацанов И вот Забежали Буквально на минутку И мы не думали Что здесь Богослужение Я специальной Встречи Совершенно не готовился Но мысли внутри Есть Я скажу О благовестии Благовесть Это Самая добрая Какая есть на земле Допустим Мать потеряла сына И она не надеялась Его встретить И друг Я сообщил Среди убитых Он не найден И он живой Он возвращается Домой из плена Ее радости Никто не опишет Кроме ее Самой В таком состоянии Находился Род Чела В таком состоянии Погибшим Находился Род Человеческий Потерянные были Все до одного Пленены Сатаной Для того Таявился Сын Божий Чтобы избавить Нас От власти Тьмы Дьявола Святая Святая Библия Говорит Весь мир Лежит во зле Но свет Пришел в мир Но люди Более возлюбили Тьму Нежели свет Потому что Дела их Были злые Поэтому Апостол Павел И говорит Меня Господь Послал Не крестить А благовествовать То есть Снести Эту радостную Весть Что От Девы Марии Родился Спаситель Мира Ян Златоуст Постоянно Повторяет Чтобы мы усваивали На себя Это Он умер за всех А ты скажи Умер за меня И поставь Своё имя Его распяли Наши грехи А ты ответь Мои грехи Пригвозили Его ко кресту Не принявший Христа Не имеет Жизни вечной Написано Верующий Сына Божия Имеет Жизнь вечную А неверующий Не увидит Жизни Но гнев Божий Пребывает На нем Не на суде Божьем Уже сегодня У него Все из рук Валится Есть богатые люди Но Душа Страшно Тоскуют Прощаясь С учениками Иисус говорит Идите по всему миру И несите Благую весть Всякой твари В прошлом году Мы были здесь Так было назначено Мы за три года Прошли 360 городов И районных центров В прошлом году Прошли мы 15 государств Я одну Ставлю Значит Игнатий Православный миссионер Он распространяет Православную литературу У него есть Где-то 38 томов Ответы на вопросы По священному писанию И каждый том Где-то 10 тысяч Здесь мест Священного писания С разъяснениями Поэтому уже Во многих городах Находится Это Значит Эта книга В библиотеках И мы тоже В прошлом году Отнесли И в центральную библиотеку В библиотеку Патриотхии И другие Вот эти книги В прошлом году Прошли 6 мусульманских Республик Как они принимали вас В мусульмане Были в Чечне Два раза И даже получил Благодарность От Рамзана Кадырова Прошли всю Украину Крым Это около 30 городов Украины А нынче полностью закрыта Там война У нас назначено Пройти Грецию Оттуда в Италию Франция Испания Дойти до Португалии Вернуться в Англию Пройти всю Скандинавию Дания Швеция Финляндия Пройти Прибалтику И уйти на север Но До верхнего Большого Лара Дошли И оказалось Закрыто Там лавина Уже Больше полмесяца Вернуться в Азербайджан И только вчера На одной таможне 12 полчасов Продержали Сзади Опечатали И у нас там И продукты Ничего не можем взять А взять нельзя Это 5 тысяч Ваших денег Мы как бы отрезаны Но мы не считаем Что мы покинуты Мы все время молились Хотели мимо Нам сейчас На Батуме Идти в Турцию Господь открывает Двери И поэтому Сюда мы не думали Думали домой А домашнего адреса нет И Господь направил сюда Это одно чудо Остальное уже отец Нам Господь дал Веру Надежду И любовь Опасности нет числа А как же апостолы Пешком шли Они не дошли Азербайджана И там неправославная вера Узбекистан Татарстан Никто не пришел Проповедовать Это мусульмане И мы должны сказать Что мы упустили Слишком много Два с лишним Миллиарда мусульман Могли быть православными И не было бы взрывов И в этом мы должны Сознаться сегодня Искренно раскаяться Мы молчали И сатана сел Поэтому Господь говорит Идите по всему миру Не стойте на одном месте Вода стоящая Она закисает А кто не может идти Господь говорит Что если ты присоединяешься Ты участвуешь Кто напоит пророка Во имя пророка Получит полную награду Кто принял праведника Получит награду праведника Поэтому апостол Павел Заботился Чтобы вся церковь Участвовала в благовестии Мы обращаемся к вам К родным и близким Чтобы помнили Мы целый месяц Будем находиться В чуждых краях Если Господь благословит Думай про тих Папе Франциско-Венедикто Самый главный Горный дом И везде Оставить Слово Божие Мы видим чудесные плоды Которые Господь ведет Есть такая система Интернет Международная сеть И там наши материалы Никогда не было Чтобы столько Сектантов Руководителей Которые были Как у них Пресвитирами Ну по их мнению И они обращаются Просят выслать Для людей Я продаю В библиотеке Даю даром То есть даром Это примерно 95% Мы снабжены Всем Но сейчас На эти три дня Мы отрезаны Пока не войдем В Грецию То есть запрещатанный Наш багаж И нельзя его Ценить Мы просим Только о молитве Ничего другого В домашней В утренней Ложитесь спать Мы ночуем Где-то в степи В лесополосах Но сектор радуется У нас человек дает Он чувствует Что потерял Что-то Но здесь Бог дал Удивительную радость Мы даем И какая-то Особая радость Пророк Амос 8 глава 11 стих Говорит так Я Бог Пошлю жажду Пищи Воды Какой Духовной Слышание Слова Божия И люди будут ходить От моря И до моря Ища И не найдут Потому что Заполнено тьмою Нам Бог положил Мы от Владивостока Едем сейчас До Португалии От океана до океана От Черного моря До Баренцева Приготовить хлеб На великую нужду Потому что Это уже Где-то рядом Со всем Сатана Стравливает Православных С православными Мы сейчас Проходили таможню И увидели Какое отношение К нашим правителям К нашим К русским Они бомбили Нашу Грузию Мы называют Нашего президента Мы не бомбили Но мы В той стране живем Мы просим Простите нас ради Бога Мы можем только плакать И молиться Грузия православная Украина православная Что с нами сделали Нам нужно Нести людям Любовь Мир Для того Чтобы спасти Одну душу Одну Сын Божий Должен был С неба сойти И умереть И дать Духа Святого Вот завтра Если Господь позволит Будет этот день Это был день Когда священник Ветхом Завете Брал первые снопы С разных углов поля И трес ими перед Богом Сноп потрясания Попутно пятидесятницы Дух Святой Собрал все народы В Иерусалим И потряс их Нужно помолиться Чтобы Господь Тронул струны душ Мы в той Обстановке живем Сегодня Когда у нас все есть Дети с нами Но все это Как дым Может улететь Когда люди Не понимают Это Бог Посылает болезни Приходят и на племенники Война Но это не главное Самое опасное Это когда полностью Разорена страна И народ идет в плен Так говорят Святые Отцы Но есть плен Но есть плен духовный С страстями С преподействиями К страстями Подозрительностью Подозрительностью Друг к другу И об этом помолиться И об этом помолиться Чтобы день Святой Пятидесятницы Как день потрясания С Напа Подтряс Наши внутренние чувства Чтобы объятия были открыты Друг для друга Мы тут за 20 километров до Тбилиси Свернулись с дороги И братья прилегли А я днем спал Вдалее паст пастух Я пошел к нему Поговорили 20 дойных коров Я посчитал 35 лет 12 овец А мы дети пастуха У нас отец инвалид войны У нас 10 детей Мы выросли на поле Я посмотрю на него И не знаю кто он Крещусь перед ним И радуюсь Мы среди родных Братьев грузин Он говорит Я из Азербайджанин Он мусульманин И дальше начался уже разговор Вплотную с ним Может для этого мы и ехали И он говорит Вот вокруг сада пасутся где-то Все Азербайджане В прошлом году Мы отвезли наши книги В Ереван Пройти нельзя было оттуда На Азербайджан Только вернуться на Тбилиси И тогда снова идти На Азербайджан Из-за того, что мы туда Заехали в Ереван Нас трясли там Трясли Да были ли там КГБ Где мы ночевали Да мы на озере ночевали Мы там 4 часа всего были Это взаимное недоверие Разрушается Христом Во Христе нет ни Иудея Ни Елена И это надо заполнить Мы были в Москве У меня берут интервью Специально про евреев Как вы о них думаете Тут везде жалобы Апостол Павел говорит Великое преимущество Во всех отношениях быть евреем А наипаще в том Наиболее Что им Евреям верено Слово Божие Пророки Апостолу Богородице Христос поплотит Евреи И поэтому Еврейском народе Нужно молитву Все время возносить Они пошли Не тем путем Сегодня Чтобы Бог Их привел К мессии Который умер За наши грехи А не тот Который придет Я говорю о том Что мы встречались С кем говорили Это для радио Просят сказать А патриотам не нравится Для Бога Нужно отдать Целиком Все сердце Не угожать Ни президенту Ни патриарху Никому У меня брат Родной Протеерей Никогда ему не угождаю Какой же я буду Благовестник Будут прятать А тут боюсь Тут чтобы не было Нужно все наклонить Чтобы Дух Божий Носился над сердцем И вот эта встреча Она в промыслом Божьем устроена Мы прямо сейчас Отсюда Уже уходим Если Господу угодно То мы возвратимся Через один месяц Но что самое удивительное Меня пригласили На конференции Нас троих В Англию Все там заплачено было Препятствий никаких нету И самый последний момент Отказали А почему Священник один с нами ездил И говорил Это самая масонская страна Оттуда идут все эти заговоры Комитет 300 и проще А я об этом писал книгу И она известна И несколько лет назад Их радиостанция Свобода Заказала специальный материал Про меня Компромат Нашли одного из лучших журналистов И он мне это сказал Он говорит Две недели пишу Ничего не могу написать Он нас знает Но так как он писал У него случилось несчастье Взял деньги Так называют Включили счетчик И он бежал По сегодняшний день Уже 10 лет нигде нету То есть Бог особую милость Распростирает на теми Кто любит его Никого не бойтесь Не открыли двери Мы договорились Они приедут во Францию Я им все отдам Человеческими силами Это нельзя сделать И когда люди молятся Мы ощущаем близость их Да будет Господь с вами Аминь Это по благословению Патриарха Алексея II Кирилла Он это благословение Такой был Ян Крестьянкин Николай Гурьянов Это патриарш Сугубый журнал И здесь вот Про нас большая статья В этой деревне Огни не погашены Вот Епископ Сергий приехал к нам Это Максим Служба Это мой брат Партеерей стоит Это мы вам оставим Ознакомиться О миссионерских поездках Да Ну мы почитаем А батюшка мы выходим Значит у нас Это хлеб и вода Что с ним можно было взять На три дня У нас все опечатано Продукты остались Нельзя открыть там никак Вы нам все любезы Это наш журнал Потом дадите Вам да? Да это я батюшке Привез, а вы почитаете Наши журналы Спасибо Христос Наши перевозчиком были Прошлогодние ролики Все смотрят на всем мире Вы у вас как были Дайте Эллату там положить Мы пора едем сейчас Нам нужно сейчас на батон Что подсказали Подождите Если есть такой хлеб Хлеб Хлеба не загрузили Хлебу предложили Они загрузили уже Что-нибудь такое Нет, я не священник Большое спасибо Очень хорошо Значит, хлеб и что такое Вот есть там С чем Вот это Вот это все Вон она машина стоит Ее над пломбой Заклеили И заклеили Вот это Да Идите Вон куда можно Подвезти к машине Только не бойтесь У нас там собачка Она залавит Мы билить И вас на улу Купе Спасибо, Христос Спасибо, Христос Спасибо вам за все Спасибо, Христос Что такое хорошее слово Спасибо, Христос Для Руси Благословите нас Машину нашу благословите Там собачка Сейчас откроем Только не бойтесь Как мы до Америки можем Он нас охраняет Сними Я благословлю Благословите Ответы на вопрос Благословите Да Смотрите Как вы Отец наук Да В Москве Посмотри Видишь как Куда пломба поставлена Свинцовая А здесь еще заклеили Крест на крест Чтобы не открывали Сколько они сказали штраф 5 тысяч лари Вот так Это в какой стране В Азербайджане В Азербайджане А сейчас в Грузии В Грузии Тоже Чтобы еще не открывали Ну ты знаешь Так в порядке А как только мы зайдем В Турцию Турцию мы откроем А за что это штраф Не за что Что потерял Будем если трогать У нас с вами была Ватка От миротащивой икон Иварской И вот Азербайджане А что это такое Я говорю Это для исцеления Он говорит А можно мне Вот пожалуйста Святой мир заговорил Видно неверующий совсем Ну проверял нас на таможне Проверяли где Так Мы не можем многое дать Так это Ты найди визитки где Сейчас подожди Там бардачке Несколько штучек Оставьте себе Это наши новые визитки Наш сайт Форум Это у кого интернет Канал Восвете Библии И мы туда выставляем ролики Можете смотреть В Москве Как проповедь была Там встречи какие До Греции доедем Ваше видео выставим Вот это вот проповедь Так что Канал Восвете Библии Набирайте Там найдете Вы были просто Были были Мы как раз втроем И с собачкой были Игнатия лапки Напомним очень хорошо Спасибо Христос Молитесь за нас Мы братья во Христе А лукавый ссорит нас Спасибо вам большое Мы любим русских Большое спасибо Счастливо Слава Христу Ну жаль что вы так не пообщались Пообщались Даже этого не могло быть Если бы там верхний талант не завалило Но вы В скалу бросили нам на пути Значит вы самый момент пришли Что все могли у вас благословить И все собрали Так напоминаю В течении месяца Особенно для нас Самый большой труд У нас шенгенская зона На месяц Я все время молюсь А потом мы уже Войдем в Россию Нынешний став В прошлом году Город Шахта Ростовская А нынешний Калужская область В северном Мы забросили материалы 3800 килограмм Подмосковье 180 километров Да конечно Эти очень ценные книги А ты мне не прислал Ни одной бумаги Из библиотек Почему? Пищать я говорил Так я тебе показывал Ну ладно Мы поехали Садимся Да 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 С миром Народу благословить Наша благовестия Благословите Чтоб все знали Что мы благословленные Да 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 Ну вот я же сказал Слава Христу Поехали Благослови Отец Новым Благословляет нас Слава Христу Ну вот мы очень рады Что во время службы Благослови Сохрани все В входах и выходах Пошли ангела-хранителя На встречу Господи Ты сам Веди Веди эту машину Господи Пошли Здесь Навстречу Всех Всех Жаждущих Жаждущих Слышание Слова Божия Жаждущих Спасения Сохрани И помилуй И помилуй Удали всех Букавых Букавых Духов Все препятствия Которые встречаются Костролюбив Чиновников Костролюбивых И всех Недостойных Прополив Слово Твое Распространяло Да Прославится Имя Твое Святое Во веки веков Аминь Аминь С Богом Храни вас Бог Мы пойдем Продолжать Наше Богослужение Да С миром Христос Да Да С миром Да Очень Большая Радость У меня Что Мой Духовный Отец Охормляет Меня Здесь Уже Не просто Каждый год Охормляет Да Это Господь Так Спасибо Господи Вот помнишь Это верхний лар Кабы не завалилась Скала Не пала На дорогу Только Скала Мы могли Попасть Под нее Кстати Это Случилось Это бедствие Стихийное В день Когда Приняли Законно О защите О свободе Чтобы Защите Дискриминации Как он Я Сейчас Не могу Точно Сформулировать Да И они Выделили Пункт Да Что Выделили Пункт Значит Этих Садомистов И Вот Таких Подобных Да Здесь Против Дискриминации И Выделили Отдельно Имена Этих Садомистов Ну и вот Патриарх предупредил Что Это опасно Делать Не делайте Этого Да Вот Все таки Закон Был Принят И Сейчас Был Вот Как Третьего Числа Был Синод И они Специально Выделили Пункт Убрать Убрать Эту Статью Из 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 Этого Закона И Все Не Молится Азербайджан Верхний Лар Отец Наум Вдали Вон Наум Израиль Борщуков Сегодня Суббота 7 июня 2014 Года Вот Мы Въехали В Грузию Из Азербайджана Потому что Большая Лара Где КП Мы шли Там Верхний Лар Верхний Верхний Лар Да Это Проход В Грузию Из Северной Осетии Но Там Лавина Что-то Рухнула Какая-то Гора Интересно Мы сейчас Были Здесь Отец Наум Говорит Как раз В правительстве Поднимался Закон О том Чтобы Не трогать Не задевать Этих Гомосексуалистов Садамитов Патриарх Предупредил Беда большая Ждет Зачем Вы делаете Что разрешаете В Грузии Это не привьется Надо Войти В Европу Войти В Европу Это не Через Попу В конце Концов Нельзя Ну Ну И вот Говорит В это Время Рухнула Где-то 17 Что-ли Мая Мы Туда Подъехали Пусто А До Тбилиси Там 170 Км Выход Есть Один Махачкала Идти Дагестан Весь Пройти Азербайджан И Грузию Это 1700 То есть Ровно В 10 Раз Дольше Но Мы Поехали Вот Приехали Тоже Я не хотел Заезжать Кацу Наум Оказалось Адреса Его точного Нету Адрес Только Храм Храм Другой Рядом Строится Выходной День Сегодня Суббота Но Его Нету Зачем Мы Заехали Я Еще В конце Сказал Только Ну Говорит Доехали Может Адрес Возьмем Где Он На Дому Живет Почему Потому Что Я сейчас Покажу Пройди Сюда Когда Мы Были В Азербайджане Там Нас На КП Продержали 12 С Документы Когда Проходим Азербайджанскую С обратной Стороны Таможню Они Документ Берут И Тогда Я Выйду Могу Срывать Но Мы Не Сорвали Когда Прошли Уже Грузинское Там Первое Грузины Посмотрели Тоже Не решились А на Эту Пломбу Документы Что Там Что У нас Есть Мы Не Будем Доставать Пломбирный Вагон С Лениным Не Распечатывать Его Ну Ревеню Сервис Кастом Ну То есть Вот Они По-грузински Мы Приехали А у Нас Там Продукты У Нас Там Запасная Вода У Нас Все Осталось И Вот Мы При Это Отец Говорил Николай Кручина За рулем Ночь Угонит Один Как Он Держится Я Не Знаю Я Там Скопыльнусь Лежу Виктор Тоже Тут Привязанный Дремлет И Вот Мы Вошли В Грузию Они Тут Отдохнули Хлопцы Ну И Приехали Не Работал У Нас Два Навигатора И Что-то Новый Совсем Тоже Сдох Вчера От Температуры Больше 40 Ну И Вот Здесь Приехали Отец Поворачивается В алтаре А я Перед Ним Встал Он Как Увидел Меня Сразу Рукой Машет Скоря Заходи В алтарь В алтарь Зашли Я говорю Мы Торопимся Отец Наум Борщуков Нам Надо Ехать Ну Сейчас Слово Сказать Вот Слово Представил Сказать Мы Его Записали Виктор Николаевич Записал Ну И Я Сказал Мы Ни в чем Не нуждаемся Только В молитве Но Нашу Пищу Перегородили Там Там Все Осталось Нам Три дня Ехать До Афин И Надо Хлеба Нету Ну Сухарей Сейчас Выехали Мы Из Билиси И Разложили Уже Поели Тут Больше Было Вот Посчитай Только Сколько Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Бутылок Только С водой Газировой У нас Ее Не Было Какие То Я Не Знаю Там Конфеты Вафли Помидоры Огурцы Вишня Черешня Я Где-то Тут Еще Не Не Положил Вон Там Откройка Ее Красная Подальше Во 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 Это Вишня Черешня Желтая Хлеб Там Я Не Знаю Это Лаваш Или Нет Как Он Называется Вот Сколько Хлеба А Это Какие-то Отдельные Подслащенные Сухари Сыр Вот Это Вообще Я Не Знаю Что Там Лежит Это Шоколадный Какой-то Ужас Просто И Масло Растительное И Пачку Соли И Какие-то Там Несколько Человек Правда Которые Знают Там Переводчица Была Мужчина Переводчик Был Я Сказал Слово Именно О Благовестии Куда Мы Едем Что Вышли Так Они Еще Там Свои Лары Или Как Называют Деньги Ларе Ларе Тоже Дают Ну Надо Сейчас Заплатить Нам Налог Это 120 Долларов Да Ну Я Точно Не Знаю Ну За То Что Средства Такого Никогда Не Было Вы Вспомните Показывает Кино Колумб Когда Собирался Плыть Да И Все Путешественники Они Собирали Годами Находили Расположение Королевы Короля Кто То Финансировал Корабль За Свой Счет Кто Поедет Ничего И Нет У Нас Нынче Если По Общим Подсчетам Взять И Вся Поездка Бы Состоялась Ну Сами Под 800 Тысяч Это Не Не Просто Так Это Очень Очень Дорогое Удовольствие Это Нам Только Внутреннее Я Говорю Остановитесь Братья Здесь И Мы Раскинем Покажем Хотя Да Еще Какие Баночки С Какими То Соления Подожди Я Даже Не Знаю Что Это Такое Вот Вот Это Что Такое Вот Это Вот Какие Пирожки Халва Вот Это То Что Надо Мы Просто Похвалимся Господом Что Знаем Его Как Наш Господь Дорог И Близок Нашим Сердцам А Мы Его Сердцу Так Бог Делает Ну Садитесь Братья Сейчас Подкрепитесь Я Уже Поел Коль Еще Не Трогал Попробую Только Это Любовь И Засняли Как Провожают Как Отец Наум Нас Благословляет Кто Вас Пампушки Какие Соль Целая Пачка Это Важнейший Продукт Соль Ну Вот Чего у нас Не было Там Иди-ка Сюда Нас Оттуда Перекинули Теперь Мы Перетащили Сюда Воду Две Банки Вот Продукты Я Должен Здесь Находиться Здесь Собака И Вот Это Все Здесь Должно Быть Находиться Это Очень Затрудительно Но Такие Правила Иначе Они Не пропускают Там Запломбировали Видимо Турцию Будем Проходить Уже К Конце Там Можем Распечатать Чтобы По закону Все Было Вот Тут Какие Сумки Понавешивали Тут Вчера Тут Они Нас Выкинули Давай Смотреть Что Здесь Можно Проникнуть Отсюда Можно Проникнуть В грузовой Отсек А Вон Что Не Я говорю Мы Верующие Мы Не Обманываем Мы Выгружали Это Потому Чтобы Облегчить Перегруз У нас Я Так И Понял Ну Перегруз Что Сделаешь Перегруз Перегруз Это Не На Пароме На Своих Колесах Едем Какая Разница Как Какая Разница Нагрузка На Ось Деньги Нужно Платить За Ось Да За Нагрузку За Вес Да Ему Вес Не Тащить На Себе Не Понимаю Какая Деньги Доплатить Надо Поехать Дорогам Ездить Ну Короче Так Всем Нужны Деньги В прошлый раз Только заехали В Азербайджан За то Что проехали Мы Сколько Ты Число 2800 Деньги Плати Вот У меня Пенсия 5500 Да С места Даже Не Издвинешься И в каждом Государстве Надо платить Налог За дорогу А где-то Мы ехали Я не знаю В какой области Деньги Везде брали С нас Подряд Наверное Краснодар Липецкая 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 Проешь маленько Опять запоры Опять деньги берут Такое В Польше Было Но там Дороги строят Ну и здесь Наверное Строят Посмотри Вокруг Где видать Горы А там Мы только Только Выехали Избили Это Малый Кавказ Если все будет Благополучно Значит Мы должны Пройти Сегодня В Турцию Если Господь Благословит Все как есть Все Он наш Ураганщик Сидит Он там Видите Приблизь Чтобы видно Было Какие буквы У этих У грузин Необыкновенные Я не знаю Когда говорят Слово Благословенная Земля Я отношу Это не к чему А только К Грузии А тут Смотреть не начали Земля Камень Сегодня Я там ходил Постук Пасет Там Травинка Тут щипнуть Она жирнее Вашей Кто ее Жирнил Не знаю Как он узнал Что она жирная У нас ни разу Не был А я говорю У нас по пояс Трава Как поется Сойду на полустанке Трава по пояс Ну вот так Едем Ну мы верующие Но не видеть Я не могу Это Какая разница Где как Относятся Вот говорят Вот народность Такая На том нас продержали В Азербайджане Это самая плохая Таможня Какая есть Это Мы уж 30 с лишним Таможней прошли Это Азербайджанская А на выходе Вообще Не стали они Ничего смотреть Махнули рукой Поезжайте И все Вообще Ну паспорта проверили И на этом Конец Поэтому раз на раз Не сходится Грузины В прошлый раз Сильно привередливые Были Давили Ну не так А сейчас В этот раз Вообще нормально Прошли Это Господь Испытывает И надо Быть Благодарным За все Игнать Тихонич Здесь Взял Кусочек Хлеба Грузинского И прикормил Собачонку Так вот Шарик Попался На удочку Тоже Шарик Который Живет В Потеряевке На улице Марии Лапкиной 14 Вот он Очередной Шарик Грузинский Теперь Попался Заботливые Ласковые Руки Нашего Наставника И брата Игнать Тихонича Лапкина Слава Богу За все А вот Он Питомец Ураган Который Метит Теперь Грузию И дальше Будет Метить Европу Ангел За трапезой Брат Дорогой Чем Ничего Ничего Я тоже Не против Конфетки Одной Хотя Бо Мне Прямо Глотает Тебя Давно Не Кормят Спасибо Христос Ну Вот Так А вот Она Собачечка Пришла А вот Она Рядышком Сзади Игнать Тихонич Вот Она Сзади Вас Ласковая Такая Видно Ее Не Кормят Здесь Жалко Он Тут Один Иначе Он Не Кормит Ну Она Хороший Такой Хороший Держусь Вот Теперь У нас Пополнение Друзей Наших Подпол Замечатель Мы С Грузинами Друзья И С С С С С С С Давайте Убирайте Все А то Он Сейчас Пойдет Командовать Эти Ягодки Берите С С С С Вот Он Такой Да Видите Что Да Размел А Ты Чего Тебя Клеща Подожди Вот Сейчас Я Отдавлю Вот Вот Какой Надулся Клещ Клеща Вытащил Игнать Тихонич Ого Ух Покушение На Грузинскую Собачку А тут Второй Клещ Нет Ну Вот И Все А Тот То Как Смотрит На Вас Эх Ему Тоже Ох Ох Почему Тварь Ласковая Неужели Руку Лежит Замечательно Шарик Это Грузинский Шарик Будет Организован Это Вокол Белисси Мы Тут Остановились А Он За Барсами Там Был Грузинский Шарик Можно Назвать Можно Назвать Грузинский Шарик Еще Клещ Еще Клещ Один Он Паразит Как Природа Украшает Его Никто Не Выбирает И Он Не Сопротивляется Он Помельче Скотина Божья Она Не Виновата Чтоб И Сходя Осталась Стоит 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 Старается Руку Легнуть Какая Креплюсь Да Ласка Ему Нужна А тем более Человек Господь Ласкает Его Шарик Это Заласкали Нашего Урагана Еще Одного Нашел Клеща Подожди Сейчас Удерну Подожди Они Засохли Уже А Сухой Ну Маленько На сегодня Хватит Тебе Там Внизу У тебя Нет Клещей Ну Посмотрим Ну Нет Все Собирайтесь Вот Куда Не Придешь Везде Друзья Друзья У него Везде